Уважаемые друзья, традиционно приветствую всех участников, партнёров и организаторов Международного форума «Казань» Digital Week. Сегодня это одна из крупнейших российских и международных площадок, где встречаются разработчики и заказчики ИТ-продуктов, представители государства, бизнеса, начинающие специалисты и профессионалы, которые уже добились успеха и готовы передать опыт. Вместе вам предстоит обсудить практические вопросы выполнения поставленной президентом задачи по укреплению технологического суверенитета, а также цифровизации ключевых секторов экономики. Правительство уделяет таким темам большое внимание. Мы оказываем всестороннюю поддержку информационно-технологической сфере, чтобы инновации и прорывные решения создавались и активно применялись в нашей стране. Но здесь важным направлением является подготовка высококвалифицированных кадров. В отрасли сейчас трудятся свыше 900 тысяч специалистов. Их число увеличивается. Многие молодые люди хотят связать свою жизнь именно с современными технологиями. Все чаще ученики предпочитают на едином государственном экзамене сдавать информатику. Эта дисциплина стабильно удерживает второе место по популярности среди предметов по выбору и уступает только традиционному лидеру обществознанию. В текущем году почти каждый десятый окончивший ВУЗ получил специальность в информационно-технологической области. А за последние пять лет количество выпускников по таким направлениям выросло на 18%. Уверен, они приумножат достижения столь перспективной индустрии, которая сейчас активно развивается и наращивает свой потенциал. По итогам прошлого года доля информационных технологий в воловом внутреннем продукте России приблизилась к 2%. И последние пять лет этот сектор увеличивался быстрее всей экономики в целом. Средний годовой прирост превысил десятую часть. Расширяется ассортимент отечественного софта. В реестре российского программного обеспечения насчитывается свыше 22 тысяч наименований. Спрос на наши технологии большой. Бизнес стал активнее использовать отечественные разработки, которые уже доказали свою конкурентоспособность. Объем реализации собственных решений и ИТ-услуг стабильно растет. Примерно на четверть в год. По итогам 2023-го он превысил 3 триллиона рублей. По поручению главы государства за 6 лет не менее 80 наших организаций, ключевых секторов должны перейти на российский софт в производственных и в управленческих процессах. И чтобы ускорить замещение зарубежных продуктов и предоставить предприятиям востребованное и надежное программное обеспечение, были созданы 36 индустриальных центров компетенции. Они объединили усилия крупных заказчиков, разработчиков. В них задействовано свыше 300 ведущих компаний из самых различных отраслей. Вместе они воплощают 200 инициатив по внедрению передовых программ, которые созданы в России. Перед нами стоят и новые вызовы. Как подчеркнул президент в ходе выступления на Петербургском экономическом международном форуме, уже к 2030 году во всех важнейших областях экономики и социальной сферы необходимо сформировать цифровые платформы, чтобы упростить предоставление сервисов, сделать их удобнее для граждан, бизнеса, но в целом вывести на более высокий уровень работы предприятий. Продолжим развивать существующие проекты, запускать новые. Некоторые из них будут направлены на повышение качества обучения студентов, на то, чтобы сделать комфортнее путешествия по стране, ускорить грузоперевозки. Еще одной задачей является распространение технологий на основе безопасного и доверенного искусственного интеллекта. Как отмечал глава государства, за ними будущее. Особый приоритет при их внедрении станет отдаваться здравоохранению, образованию, экологии, безопасности городской среды, ну и, конечно, повышению удобства получения гражданами государственных услуг, в том числе проактивно или в режиме диалога. Вот такие вопросы будем решать в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Дорогие друзья, все эти темы вам предстоит подробно обсудить в ходе мероприятий форума. Ну и, конечно, хочу пожелать всем участникам продуктивного общения, прорывных идей, традиционного движения «Только вперед!» для укрепления технологического суверенитета нашей страны. Успехов вам! Продолжение следует...